Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Евгений Римский, представитель компании «Вкусвилл». Здравствуйте. Добрый день. Хочется пообщаться. Вы были спикером на нашей деловой сессии. Какая тема поднялась? Какая тема заинтересовала? Или по какой теме мы выступали сегодня? Хочется это узнать. Может быть, какая-то тема интересная, вы вот для себя ее отметили, и какая была ваша тема выступления? Ну, у меня не было отдельной темы. Мы участвовали в открытом столе, да, можно так сказать. То есть это был диалог. Ну, мы говорили про рынок онлайна, про e-grocery в нашем случае, про доставку. Расскажите, как дела обстоят сейчас с доставкой? Делаются ли какие-то новые шаги для улучшения клиентского опыта? Или, может быть, настолько все было хорошо, что, в принципе, продолжаете той же дорогой цели? Ну, наверное, как всегда можно улучшить клиентский опыт. Я думаю, что, конечно, рынок ждет очень существенную трансформацию, потому что после нескольких лет очень бурного роста темпов и объема рынка e-grocery, конечно, сейчас рынок будет ждать изменений. В первую очередь, конечно, многие компании, я думаю, что начнут больше работать над операционной эффективностью своих бизнесов. И в каком-то смысле это может привести к ухудшению клиентского опыта, поскольку, наверное, такое количество бесплатной доставки, отсутствие минимальных сумм, такое быстрое время уже будет сложно поддерживать при поиске операционной эффективности. Но это в целом, на наш взгляд, на рынок. Так, если говорить о вкусвеле, да, то мы выбрали для себя определенную модель. Весь прошлый год мы активно открывали дарксторы. В общей сложности открыли более 100 тысяч квадратных метров темных складов для доставки наших онлайн-заказов. И сейчас большая часть, там, подавляющее большинство, там, 80%, мы доставляем с наших собственных дарксторов. Мы гарантируем клиенту доставку не более чем за два часа. А среднее время доставки у нас сейчас составляет около часа. Доставка бесплатная, и в этом смысле мы не планируем никаких изменений. То есть, в нашем случае мы надеемся, что клиентский опыт будет только улучшаться, и мы готовим для наших покупателей дополнительные сервисы, да, которые, мне кажется, должны только повысить для них ценность доставки продуктов от вкусов. Может, можете отметить какой-то кейс или какое-то мнение коллег, которое вы могли услышать на вашей сессии? Ну, в целом, мы обсуждали с коллегами, конечно, проблемы, вызовы, с которыми рынок сейчас сталкивается, да. Коллеги рассказывали, коллеги из маркетплейсов, там, Сбер Мегамаркет рассказывал о том, какие дефициты у них возникли, какая трансформация их бизнеса ждет. Коллеги из Сбермаркета поделились тем, какие у них планы по росту на этот год, так же, как и коллеги из X5. Вот, в целом, мне кажется, что, ну, рынок воспринимает это как новые возможности. Нам бы всем хотелось верить, что действительно это, в первую очередь, новые возможности, те, там, испытания, которые сейчас проходят все компании, в конечном счете, там, сильные компании, компании, которые ориентированы на клиента, на покупателях, которые думают, в первую очередь, о своих покупателях, выйдут из этого, там, кризисной ситуации сильнее. Я надеюсь, да, что лояльные покупатели останутся лояльными, и их клиентский опыт будет всегда хорошим и замечательным. Пожелаем вам в этом удачи, и надеюсь, что все игроки рынка рано или поздно тоже станут на нужную дорожку профессионалов, и все будет тогда хорошо абсолютно у всех игроков рынка. Спасибо большое. Мы всем желаем успеха. Конкуренция, безусловно, двигает рынок. Поэтому, как бы, всем желаем этот год набраться сил, набраться энергии, искать какие-то внутренние ресурсы для поддержания, там, баланса в своей компании. Ну, в общем, всем нам добраться до 2023 года успешно. Спасибо.